Здравствуйте! Вы смотрите программу «Дело раскрыто». С вами Юлия Руднева. Кого и за что в Ульяновской области приговаривают к пожизненному заключению, вы узнаете в этом выпуске. По данным из открытых источников, в 2022 году к пожизненному лишению свободы в России приговорили 59 человек. Это на 47,5% больше, чем в 2021 году. Пожизненное лишение свободы Пожизненное лишение свободы – одна из самых суровых мер наказания в России, которую применяют крайне редко. Такие судебные решения выносят за резонансные преступления. Случаи встречались и в истории Ульяновской области. Так, в 2009 году к пожизненному заключению в Ульяновском областном суде приговорили главу преступной группы. Данная банда подминала под себя всех производителей яиц Ульяновской области. Они забирали производство, они требовали платить им определенную дань. Криминальный авторитет совершал преступление с 2003 года. Его угрозы держали в страхе всех владельцев птицефабрик, которые тогда работали на территории региона. Через несколько лет появились те, кто начал сопротивляться. Одного из них жестоко убили, за что главу преступной группы в 2007 году приговорили к 21 году лишения свободы. Пытаясь избежать наказания, он заказал убийство двух ключевых свидетелей. Методы мужчина предлагал настолько жуткие, что даже наемные убийцы на них не решались. Первая свидетельница, которая погибла, это была женщина. Он предлагал вывезти ее в лесопосадку и обливать бензином сжечь. Однако они решили таким образом не совершать преступление и застрелили ее, тело вывезли. Второй он предлагал облить серной кислотой, чтобы обезобразить лицо, тело, чтобы невозможно было опознать. Но опять же, здесь они решили арматурой сбить его, просто не смогли довести, значит, и до конца. Заказывал убийство обвиняемый, даже находясь в СИЗО. Исполнителей задержали, они во всем сознались и понесли уголовную ответственность. Криминального авторитета в 2009 году приговорили к пожизненному заключению. К суровому наказанию приговорили и ульяновского педофила. Своё страшное преступление он совершил в июне 2016 года. Захватил ее, сказал, не дай бог, и двинешься, что она очень хорошая. И повел в лесной массив. Каким образом вы повели? На нижней террасе мужчина увел в лесополосу 8-летнюю девочку, изнасиловал ее и убил. Перед смертью напуганный ребенок успел сделать свой последний звонок. При этом она успела позвонить бабушке и попросить о помощи. Была организована следственная оперативная группа, которая занялась поисками. В ближайшее время, в этот же день, было установлено, что девочка была убита. И в отношении нее были совершены насильственные действия сексуального характера. По результатам ДНК-экспертизы и показаниям свидетелей была установлена личность убийцы. Им оказался 48-летний, на тот момент ульяновец. Ранее он уже привлекался к ответственности за педофилию, но своих жертв оставлял в живых. Попоявшись снова сесть в тюрьму, он убил ребенка. Ни капли раскаяния он не чувствовал. Девочку он убил хладнокровно, жестоко, нанеся удары камнем по голове. Не желая нести уголовную ответственность за свое зверское преступление, он пытался избежать наказания и перерезал себе вены. Но это лишь замедлило рассмотрение дела. Менее чем через год после прохождения лечения и заключения врачей, убийца-педофил снова предстал перед судом. В 2017 году в Ульяновском областном суде его приговорили к пожизненному лишению свободы. Что из себя представляет пожизненное заключение? На просторах интернета есть версия о том, что оно длится 25 лет. Но это не так. В отличие от отбывания тюремного срока, пожизненное заключение является вариантом наказания, которое применяется только к мужчинам от 18 до 60 лет. Нас ограничивает закон 25 годами лишения свободы, либо 30 годами лишения свободы за совершение конкретного преступления. А пожизненное лишение свободы, соответственно, это наказание отбывается осужденным с момента назначения наказания и, соответственно, до момента его смерти. А пожизненное лишение свободы, оно было сделано как альтернативой смертной казни. Назначается пожизненное заключение за особо тяжкие преступления, терроризм, действия против государства, незаконный оборот и производство наркотиков в особо крупном размере, педофилию и другие. При этом у таких преступлений, как правило, есть отягощающие обстоятельства. Допустим, к отягчающим обстоятельствам относится рецидив преступлений. То есть лицо, если ранее судимо за совершение преступления, вновь совершает преступление. Соответственно, наказание не может быть назначено мягче, чем предусмотрено законом. Поэтому планка поднимается, естественно, на значение наказания. Тем не менее, мера наказания предусматривает и досрочное освобождение. При этом, статья 79 Уголовного кодекса Российской Федерации говорит, что условно-досрочное освобождение лицам, которым назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, может быть применено, если лицо отбыло не менее 25 лет лишения свободы. Однако досрочное освобождение не является гарантией того, что заключенный освободится через 25 лет. Это лишь возможность выйти на свободу при отсутствии тяжких нарушений за весь период отбывания наказания. Если, например, в колонии заключенный с пожизненным сроком совершил еще хотя бы одно тяжкое или особо тяжкое преступление, то он будет отбывать наказание до дня своей смерти. Особо опасные преступники отбывают наказание в специальных учреждениях – тюрьмах. В России таких всего 8, одна из них находится в Димитровграде Ульяновской области. Здесь отбывают наказание преступники с большим сроком и те, кого приговорили к пожизненному заключению. В отличие от исправительных колоний, где осужденные могут общаться между собой, в тюрьмах предусмотрена практически полная изоляция. В тюрьме совсем все по-другому. То есть здесь осужденные не имеют возможности контактировать между собой за исключением тех, которые содержатся в одной камере вместе с ними. То есть в тюрьме камеры от двух человек до десяти могут содержаться в одной камере. То есть это камерная система. Осужденные из правительных колоний содержатся в отрядах до 150 человек и могут выходить свободно в локальный участок в промзону, вместе посещать библиотеку и столовую. В тюрьмах осужденные отбывают наказание в своих камерах, куда им приносят книги и еду. Работают многие тоже там. Но предусмотрены и рабочие зоны. Здесь у нас открыто 4 участка. Все 4 участка швейные. Сейчас на данный момент у нас трудоустроено порядка 40 человек, те, которые у нас работают швеей. В похожих условиях отбывают наказание и те, кто заключен пожизненно. Главным отличием является оборудованная камера, где установлены дополнительные решетки. Форточка для приема пищи. То есть она сделана таким образом, что под углом, то есть, допустим, если осужденный вдруг каким-то образом разберет полы в камере, то невозможно будет выбить ее из-за того, что сделана такая конструкция. Те, кто отбывает пожизненное наказание, живут в камерах до двух человек и работают отдельно. Также они сильно ограничены в количестве звонков и свиданий с родственниками. В настоящее время в тюрьме Димитровграда находится один такой осужденный из Московской области. Суровое наказание 44-летний мужчина получил за создание преступной группы «Разбой», покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие преступления. В настоящее время в тюрьме УФСИН по Ульяновской области отбывают наказание более двух сотен осужденных. Максимальный лимит наполнения 481 человек. Пожизненного лишения свободы боятся даже те заключенные, которые отбывают большие сроки. Своей историей с нами поделился один из них. Первое заключение стало для него ошибкой молодости. В 18 он попал в исправительную колонию, но выйдя продолжил преступную деятельность. Я отбываю наказание за разбойное нападение и вымогательство. До этого сидел за аналогичные преступления. На данный момент мне дали 11 лет лишения свободы. Процедив произошел у меня. То есть тяжкое преступление, особо тяжкие преступления. Ну как бы сейчас у меня все особо тяжкие преступления идут. 30-летний Ульяновец уже провел в тюрьме два года. После освобождения он надеется начать нормальную жизнь и наконец-то воссоединиться с семьей. Администрация предоставляет все-таки такие условия, как исправиться, не препятствует этому. Ну и, конечно, жду перережимку. Как бы здесь есть возможность такая перережимиться на колонию, чтобы уехать пораньше. На Ульяновец также остались родственники, ребенок, жена. То есть, как бы, в любом надо стремиться к лучшему. Осужденный понимает, что срок его наказания ограничен, поэтому надеется на лучшее. Как никто он понимает, насколько тяжело находиться в тюрьме. Особенно тем, кто здесь навсегда. По жизни наказание, как бы, страшное наказание так-то это. Как бы, ну, всю жизнь тоже поводить в таких условиях, как бы, это, не знаю, как бы, это сильным человеком надо быть. То есть, наверное, смертная казнь, наверное, даже проще. Пожизненное заключение. Более гуманное, но не менее суровое мера наказания, чем смертная казнь. Ведь осужденные практически навсегда изолированы от общества и лишены возможности жить в кругу родных и близких. На десятки лет домом для них становится тюремная камера. На этом у меня все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин